Возвращаемся к итогам. Возвращаемся к итогам. Возвращаемся к итогам. С учетом разрабатывались новые схемы движения. Просчитывалось изменение трафика, который двигался через коммунальный мост. Скажу, что наши расчеты оправдались. Оправдаясь, имеется в каком смысле? Так и вышло или хуже? Лучше или хуже, скажем так, вы ожидали от ситуации? Скажем так, получилось даже немного лучше, чем мы ожидали. В этой части даже могу сказать, что одним из факторов сыграла на это жаркая погода. Потому что часть водителей у нас уехали из Красноярска. Но, тем не менее, транспортные потоки перераспределились у нас на Октябрьске и на Четвертой мосты. — Алексей Анатольевич, а часто пытаются прорваться через мост недобросовестные водители? Дерились с вами, инспектора ГИБДД? — Вы, наверное, правильно подметили. Прорваться — термин такой, да, можно здесь использовать. Вообще-то заранее и через средства массовой информации информировали население, водители о том, что вводятся определенные ограничения. Но в любом случае, поэтому мы и определялись, что в первое время будут работать экипажи ДПС как раз-таки с целью оказания помощи водителям сориентироваться в дорожной ситуации. Были различные случаи, в которые водители задавали вопросом, почему мне нельзя проехать, мне надо туда проехать и так далее. Ну и приходилось тратить время, конечно, объяснять уважаемым водителям о том, что в данном участке ограничено движение, предусмотрены пути объезда. На это уходит определенное время. Вот опять же-таки, вот каждый раз, если мы будем объяснять сотрудник ДПС схему объезда, да, то трафик от этого никак не увеличится. Он только будет уменьшаться, я имею в виду, по скорости движения потока. Поэтому, конечно, приходилось работать, разъяснять нашим водителям, как нужно объехать тот или иной участок. — Авария больше стала? Потому что движение-то стало плотнее на некоторых участках? — Конечно, на большинстве основных магистралей у нас плотность движения, она, конечно, увеличилась, да, снижение скорости потока мы наблюдали. Если говорить в соотношении с аналогичным периодом, допустим, предшествующим ремонту, да, на основных магистрали, то мы не зарегистрировали никакого всплеска дорожно-транспортных происшествий. — То есть все в обычном, нормальном режиме, как в обычные дни. — То есть водители нормально к этому отнеслись? То есть не гоняют? Не пытаются где-то там как-то так друг друга поджать? Нет, мы, по крайней мере, мы об этом не знаем. — Я думаю, что в связи с ремонтными работами гонять сейчас проблематично в городе. — Нет, есть такие места, я типа автоматизм назову. — Но меня все-таки волнует вопрос вот этой вот консультации на дорогах, потому что очень уж много одновременно перекрытий, и мне кажется, что это действительно важная функция. Вот сейчас, когда еще масштабный ремонт на Мира и Маркса одновременно начинаются, будут ли стоять представители ГИБДД именно с целью какой-то разъяснительной? — Вы знаете, наверное, так уже по традиции сложилось, что самый главный помощник на дороге — это сотрудник Дорожно-патрульной службы. Конечно же, экипажи ДПС в любом случае на тех основных магистральных участках, где большие транспортные потоки у нас проходят, будут приближены к этим участкам на тот случай, когда может возникнуть какая-то серьезная ситуация, заторовая ситуация, либо дорожно-транспортное происшествие с целью оперативного реагирования на эту ситуацию. Вот таким образом сотрудники госавтоинспекции будут работать в этот период. — Есть какие-то уже советы водителям, исходя из недельных наблюдений, какие маршруты предпочтительнее выбирать? — Советы при движении с 4-го моста на левый берег. Достаточно эффективно работает схема Дубровинского, диктатуры пролетариата и дальше Карла Марса, либо улица Ленина, либо улица Лебедева, либо улица Республики. То есть достаточно спокойно можно уехать в любом направлении. Если двигаться в сторону левого берега. Понятно, в сторону правого берега у нас один-единственный путь. Это улица Свердловская. Да, наблюдаются заторы при съезде с 4-го моста на улицу Свердловскую. Но в дальнейшем скоростной режим увеличивается. Со стороны Октябрьского моста у нас однозначно наблюдались заторовые ситуации в вечернее время. Увеличилась интенсивность движения на перекрестке Красраб-Переволок-Сибирский, потому что увеличился съезд Октябрьского моста в сторону проспекта Красноярского рабочего. Наши сотрудники перенастраивают там светофор практически ежечасно, чтобы разгрузить именно Октябрьский мост. А в Ерыгинский проезд соваться стоит или нет? Ну, Ерыгинский проезд, как мы и говорили, мы оставили для движения жителей микрорайона Пашины. И поэтому, если водители хотят воспользоваться им как для объезда закрытого участка коммунального моста, то они глубоко ошибаются. А ремонт Мира и Маркса? Когда начнется, какие перекрытия? Ремонт Мира и Маркса. Значит, с 1 июля приступаем к новому этапу ремонтных работ в центральной части города. Это проспект Мира и улица Карла Маркса. Проспект Мира ремонтные работы будут начаты со стороны улицы Каратаново до Парижской коммуны. Будет перекрываться полностью. Движения осуществляться не будет. И улица Карла Маркса от улицы Вокзальной до улицы Рыбеспира. Но улица Карла Маркса будет ремонтироваться по 1-2 ширины проезжей части. И поэтому движение транспорта получится, что у нас есть транспорт в две полосы, включая общественные. Кроме этого, у нас с 1 июля запланирован ремонт теплотрассы по улице Карла Маркса на участке от Парижской коммуны до улицы Каратаново. В связи с чем уже принято решение, что этот участок улицы Карла Маркса будет переведен в односторонний режим. Автобусный маршрут 99-й будет перенесен на улицу Ленина. И в связи с тем, что будет производиться ремонт теплотрассы, будут работать механизмы. Будет снято напряжение с контактных сетей троллейбуса. В связи с этим троллейбусное движение по улице Карла Маркса и улице Ленина тоже осуществляться не будет. Движение будет осуществляться только автобусами. Понятно. Алексей Анатольевич, сейчас на коммунальном мосту вместо патрулей установили камеры слежения. Как вы думаете, будет ли расти количество желающих проскочить под знак? Для примера я могу привести улицу Дубровинского, когда мы установили камеру при съезде с 4-го моста, где водители очень часто превышали скоростной режим. К сожалению, были серьезные дорожно-транспортные происшествия. В связи с этим, буквально в первые дни они показали результат. Тот, который более 900 нарушений тогда было выявлено в течение первого дня работы камер. И в последующем, буквально через неделю, мы перестали практически фиксировать нарушения скоростного режима. Поэтому здесь, я думаю, произойдет, наверное, то же самое. Все, кто услышал о том, что ограничения введены, установлены камерой фото-видео фиксации, тот нарушать не будет. Кто захочет испытать судьбу, как говорится, прорваться, как вы говорите, ну, предусмотрена административная ответственность. Полторы тысячи рублей. В общем, дороговато получится, если ездить все предостаточно. Поэтому, уважаемые водители, наверное, все-таки думайте, прежде чем вы что-то делаете. Спасибо большое, что пришли сегодня к нам в студию. Продолжаем выпуск. Здание одного из ключевых объектов универсиады, арена Платинум, где, как ожидается, пройдут церемонии открытия и закрытия всемирных студенческих игр, практически построено. Строители уже приступили к отделочным работам, монтажу инженерных коммуникаций и строительству внутренних помещений. Возле стадиона появится благоустроенная пешеходная набережная, а внутри арена станет белой. Представьте, огромные холлы с подрамными окнами, залитые солнцем пространством. Некоторые секреты о ходе строительства и о творческом подходе строителей к своему делу в репортаже Сергея Достованова. Новый ледовый дворец в Красноярске обрел свои узнаваемые формы. Конструктивно он почти готов и уже можно представить масштаб сооружения. Это самые последние кадры со стройки арены Платинум. Ключевой объект универсиады строится по графику и будет готов в срок 30 декабря нынешнего года, заверяют строители. Уже известно, что 5000-й спортивный комплекс станет воротами Красноярской универсиады-1019. Здесь пройдут церемонии открытия и закрытия. Как признаются руководители стройки, повышенное внимание к этому объекту уже чувствуется. У контролирующих и надзорных органов требования к строителям исключительные, но здесь к этому готовы. Рассказывают, что при строительстве конкретных элементов идут дальше, чем предусмотрено в проекте. Например, закладывают большую прочность. Стройка как творчество. Этот подтекст мы услышали в разговоре со старшим прорабом. Пол на трибунах и лестницах к ним по требованию к подобного типа сооружения могут быть чисто бетонными. Но ведь так некрасиво, подумали подрядчики и предложили изменения в проекте. Долго решалось, что все-таки сделать покрытие какой-то трибун. Мы приняли решение сделать полимерное покрытие, чтобы на многих стадионах вообще отделки нет. На трибунах остается бетон. Здесь будет полимерное покрытие. Все-таки красивее, наверное, эстетичнее все-таки. Кажется, что осталось немного, раз уже задумались о покрытиях внутри. Но на самом деле остался, как считают многие, самый сложный этап строительства – прокладка инженерных коммуникаций, отделка и строительство внутренних помещений. И потом начнется еще более тонкий и сложный процесс установки и настройка ледового оборудования. Эксперименты со льдом, заливка, заморозка и разморозка, пробы и измерения, чтобы не было белых пятен на арене, продлятся не меньше месяца. Но самые масштабные работы уже позади. Когда в доме начинают вставлять окна, значит скоро новоселье. К осенью тепловой контур здания закроют, и арена станет теплой. Но только там, где надо – на трибунах и в помещениях для спортсменов. Лед во дворце будет круглогодичный и доступный для тренировок и развлечений. Ну, наверное, такого, ну, в крае такого точно нет. В России, наверное, единичные случаи. Есть целая трибуна для людей с ограниченными возможностями. Тоже нужно посмотреть, как они будут передвигаться по самому зданию. Удобно будет, неудобно. Инженерное оборудование внутреннее очень сложно. Плюс различные системы безопасности, которые нужно будет обкатывать. Это все требует времени. Ну, и опять же, приемка подразумевает присутствие различных служб, которые все будут смотреть досконально. Ну, опять же, с условием важности этого центра будут подходить там не как обычному, не знаю, жилому помещению, а достаточно серьезно. Помните роман о Нуре де Бальзака «Шагреневая кожа»? Там это было символом пороков общества. Здесь вот специальное шагреневое покрытие будет символом чистоты, открытости. Здесь специально строители нанесли несколько пробных участков и решили, что внутри арена будет белой. Вроде мелочь, но проектировщики, архитекторы и дизайнеры знают, на что способен цвет на стенах. Под белой подходит все. Любой интерьер превращается в чистый и свежий. А еще это покрытие антивандальное. Просто так не содрать. От этого множества нюансов складывается общее впечатление от объекта как очень основательного и продуманного до мелочей. Абсолютно новый спортивный дворец на правобережной набережной станет центром притяжения не только спортсменов, но и общественным пространством, доступным для горожан и гостей Крового центра. В районе 4-го моста появится благоустроенная набережная, а площадь вокруг арены Платином наполнится пешеходной и велосипедной инфраструктурой. О важности этих преобразований рассказал во время одного из интервью нашему телеканалу глава Красноярска Эдхам Акбулатов. Не только набережная там создается, но и вокруг самого спортивного комплекса будет благоустроенное пространство. То есть это получается такой небольшой сквер, который будет находиться на берегу реки, к которому можно будет удобно добраться, поскольку в ближайшее время начнется строительство крупной развязки, которая позволит, переехав через 4-й мост, с левобережной набережной попасть сразу на правобережную набережную и прогуляться и отдохнуть на этом месте. После окончания строительства, установки оборудования и сдачи объекта в арене, скорее всего, уже весной следующего года пройдут первые тестовые соревнования, которые покажут соответствие дворца всем необходимым для проведения универсиады международным нормам. Компания «Застройщик», она же нынешний владелец арены, по соглашению с Крымым правительством, передаст объект в собственность Красноярского края. И после проведения международных студенческих игр он станет еще одним наследием универсиады. А далее в программе о единственном на весь край выпускнике, получившем на ИГ 100 баллов и по информатике, и по профильной математике. И о том, насколько мы приблизились к международным стандартам образования. Мнение экспертов сразу после короткой рекламы.